В эфире деловые новости. Меня зовут Елена Мирошниченко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с цифры дня. Авиакомпании на фоне ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, могут за этот год потерять полтора миллиарда долларов. Власти стран должны поддержать их, заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта. Насколько предлагают повысить оклады врачей и учителей и как распознать финансовую пирамиду и не попасть в нее? Подробнее расскажем далее. 22 финансовые пирамиды выявили в Сибири в прошлом году. Шесть из них в Новосибирской области. Финансовые пирамиды существуют обычно в виде интернет-проектов, либо офисов присутствия. Они обещают высокие доходы от вложений в рынок недвижимости, либо рынок ценных бумаг. Однако фактически не ведут никакой хозяйственной деятельности. Выплачивают проценты клиентам за счет привлеченных средств. И такие проекты, фактически являясь злоумышленниками, существуют недолго, и люди в конечном итоге деньги себе не вернут. Есть несколько признаков, которые должны насторожить. Это слишком высокие проценты, чересчур навязчивая массированная реклама, обещание гарантированного дохода и дополнительная прибыль из-за того, что клиенты приводят своих родственников и друзей. Перед тем, как обратиться к участнику финансового рынка, его нужно проверить на сайте Банка России. Если вы столкнулись с сомнительными кампаниями, о них необходимо сообщить в Банк России и в полицию. Также Новосибирская область оказалась среди регионов-лидеров по количеству выявленных попыток мошенничества с жильем. Это данные Федеральной нотариальной палаты. С января по октябрь прошлого года в нашем регионе зафиксировали 27 попыток мошенничества. Больше только в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Московской области. Количество случаев обмана с жильем выросло в целом по стране. Если в 2018-м их было 150, в 34 регионах. В неполном 19-м – 186 в 30 регионах. Эффективно выявлять мошенников нотариусы смогли благодаря системам электронный нотариат и электронных реестров единой информационной системы. За прошлый год экспорт российского золота увеличился почти в 8,5 раз и составил 116 тонн. Год назад было почти 14 тонн. При этом закупки монетарного золота Банком России в прошлом году уменьшились на 42% по сравнению с 2017-м и достигли 158,5 тонн. На 1 января этого года резервы составляли больше 2200 тонн. Как прогнозирует Союз золотопромышленников, всего в России по итогам 2019-го произведут 350 тонн золота. Оклады учителей и врачей предложили повысить до двух минимальных размеров оплаты труда. Законопроект об этом внесли в Госдуму. Имеется в виду МРОД, установленный в регионе, на территории которого расположены конкретные организации образования и здравоохранения. Сейчас оклад, как правило, очень низкий, зачастую на уровне регионального МРОДа. А сумма стимулирующих надбавок зависит от многих факторов и может варьироваться. В результате каждый месяц учитель, врач или медсестра гадают, сколько они получат. Это приводит к нехватке кадров и падению качества работы специалистов, считают авторы законопроекта. В Кабмине проект не поддержали. Мы не хотим ни с кем воевать. Мы создаем ситуацию, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами, заявил Владимир Путин. По мнению президента, Россия перестала находиться в роли догоняющего государства в сфере обороны, хотя занимает седьмое место по размеру оборонного бюджета в мире. Цитирую. Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они, то есть другие страны, догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда. И напоследок. В Москве родители будут получать пуш-уведомления об оценках своих детей, а также о домашнем задании. Такой сервис появился в приложении «Дневник Московской электронной школы». Уведомления будут приходить каждый день в шесть вечера с кратким заголовком «ДЗ на завтра» или «Оценки за день». Кликнув на него, родитель сможет узнать подробности, например, за что была поставлена оценка. На этом все. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова